Непосредственно здесь, на территории нашего села, таких прям боевых действий не было. Ну, я все-таки считаю, что это благодаря тому, что по обе стороны нашего села стояла украинская армия, и не было здесь блокпостов тех вот республиканцев. А так слышим со стороны Марьинки, со стороны Красногоровки, ну, в этой стороне, слышим в этой стороне Пески, пожалуйста. Вот даже не доезжая до Песок, не таяла, там же тоже зона боевых действий, я там работаю, я каждый день на работу езжу туда. Ну, над нами летит, свистит, ну, чтобы непосредственно вот таких вот прям массовых разрушений, как вот везде, путь не было. Школа работает, школа работает. Даже на ремонт школы денежку выделили. Ну, когда этот ремонт будет, конечно, еще. Говорят, к весне в лучшем случае. Поэтому дело, что это же снаряд, да, и ударная волна, и оно же слышно, и свистит, и летит. Детей в определенные дни просто, ну, мы говорили, не вводить в целях безопасности, не приводить в школу. Проблема одна – это, наверное, нет работы. Нет работы, и действительно людям, как говорится, деваться некуда, стараться выезжать. И на подконтрольную ДНР территорию, потому что, может быть, хоть что-то, где-то, как-то. И на территорию Украины. Родная моя сестра выехала в Винницу, туда выехал Донецкий национальный университет, и она туда уехала работать. Два месяца она поездила на работу в Донецк через Волноваху. Представляете, какой-то кружок, да, столько массы денег. Ездила она бесплатно, закончила там все дела, и вот она уехала вынуждена. У меня работа есть, я работаю в Нитайлово, вот в сторону Песово, где едешь, там я работаю в школе. Слава Богу, территория подконтрольная в Украине, и зарплата регулярно. На территорию, которая непонятно для Украины, непонятно, куда относится. Вот Маринка-Красногоровка, в частности, не провозят, не разрешают провозить строительных материалов угля. Хорошо, что зима в этом году так долго затянулась, и же вот 4 октября мы ходим почти раздетые. Но если бы другая ситуация, то, боюсь, уже ситуация была бы намного плачевнее. За плату я сейчас получаю. Ну да, наверное, в Украине получаю. Я только получил заявку, начали только плачать за ее месяц. Вот, 4 месяца за должность. Вопрос. Вы, допустим, если вас просили, вы бы хотели отделиться, ваше село, чтобы отделилась с Украиной? У нас село, давайте выберем. У нас село разное, одни хотят. Если другой был президент, Путин, симпатизируете? Нравится вам Путин как президент? Президент? Вы знаете, все больше и больше с каждым днем, наверное, со временем поддерживают за Украину и поддерживают украинскую армию, да, больше. Но все равно, ну тут еще проблема, я считаю, здесь нужно убрать телевидение. Они все время российские. Вот я, например, чисто в своем доме я поставила, я уже не выдержала, поставила себе спутниковую тарелку. Чтобы были у меня украинские каналы. Потому что невыносимо. Украина же это ж, президент это ж не Украина. Сегодня он, завтра другой, пятый, десятый. Надо свою родину любить. Это самое главное. В Карловке там и дома разрушены. Вот, 5 километров. Пять километров отсюда. Второе число, июля, самый, десятый, самый страшный день был, июля. С четырех утра до пол второго Карловку бомбили. Только в погреб люк закрываем, бах, и люк вирвало. Крыши нема, я дивимся небо. Ну хорошо, что не прямо попадание в нас было. Мы летняя кухня, и в ней погреб. Мы вот это там были, оно рвануло, вот это стены выдержали. Ну сместились, но выстояли. Там дырки насквозь пробивало. Сдуло душ, был у нас летний душ кирпичный, сдуло. И угольный сарай кирпичный сдуло. Вот это оно спасло нам именно дом. Всю ударную эту, наша улица, вот так иди, два ряда домов. Вот где я живу, так наша сторона, все дома пострадали. Потом начали в село смещаться, ДНРовцы. И начали по селу тогда только бить. А кто бил? Ну, Украина. Украинцы били? Ну да, это же наступали, они же. А как вы сейчас относитесь до Украины после этого? Злости у меня нет, я всю жизнь был за них. Первый раз, что солдаты в Украине, я плакал за хлопцев. Так сдружился с ними. А вот это же поехали хлопцы, вот это что на Марьянку, когда уехали, когда у Марьянки была заварушка. Хлопец то, что мне продуктами, то все снабжал. И они говорят, что в блендаже были, прямое попадание в блендаж, ему ноги отвервало. Вот так, если бы не он, до весны бы не дожили бы, наверное, с голоду, я имею в виду, или вообще в проголодь бы жили. Туговато было без них бы очень сильно.